Мы живем на крышке кастрюли. Эта крышка не полностью закрывает кастрюлю, и вообще она, то есть крышка, плавает в том вареве, который в кастрюле варится. Эта кастрюля стенок не имеет, она шарообразная, и нагреватель находится в самом центре шара. Я имею в виду нашу землю, нашу планету. Нагреватель – это земное ядро. Одни говорят, что оно греет остатками тепла, запасенного в ядре на стадии его формирования. Другие напоминают, что не нужно сбрасывать со счетов энергию радиоактивных превращений, которые идут в ядре и связаны с распадами урана, тория и калия-40. Варева – это циркулирующие мантийные потоки, а плавающая крышка – это фрагменты континентальной коры, которые мы называем континентами. Не знаю, как вам, а нам в школе показывали опыт. Наливают в большую колбу воду, бросают в воду несколько крупинок марганцовки, ставят все это на огонь спиртовки. Вода у дна колбы нагревается и начинается конвективный массоперенос. Он идет очень гладенько. Мы видим в колбе длинные волокна, окрашенные марганцовкой воды. Это называется ламинарный режим течения. Один из режимов течения жидкости. Гидродинамика – очень интересная наука, простирающая свои руки далеко за пределы процессов течения привычной для нас жидкости. Наука это объясняет, почему при делении капли на две части обязательно образуются маленькие капельки. Это неустойчивость, турбулентность, возникающая при формировании двух поверхностей, стягивающих новые капли разделившейся жидкости. Помните про поверхностное натяжение? Это про это. Удивительным образом то же самое происходит при делении атомного ядра. При делении этой капли ядерной материи на две части в результате гидродинамической неустойчивости образуются маленькие капельки – нейтроны. Этот-то процесс и позволил создать атомные бомбы. Вернемся, однако, к нашей кастрюле. В реальной кастрюле не все так гладко, как в колбе на опыте в школьной лаборатории. В некоторых местах на дне кастрюли постоянно происходит образование таких, как бы это назвать, булек таких. В одних и тех же местах кастрюли одна за другой всплывают пузыри. Пузырями они становятся только под самой поверхностью варева. У дна это сгустки горячей воды. По мере всплывания к поверхности варева давление в них падает и вода закипает. Почему эти бульки образуются в одних и тех же местах днища? Меня учили, что всему виной неоднородности дна кастрюли. Чтобы процесс был равномерным, а это очень нужно паровым котлам, в воду можно добавить мелкие частички талька. На этих частичках равномерно по всему объему будет происходить парообразование. Но вернемся к нашей шарообразной кастрюле матушке Земле. Оказывается, ее шарообразное дно тоже не идеально. В некоторых его местах постоянно образуются этакие бульки. Их называют плюмами. Они появляются в одних и тех же местах поверхности ядра и всплывают вверх к поверхности Земли. Интервал между появлениями отдельных плюмов у поверхности составляет от сотен тысяч до миллионов лет. Места последних всплытий. Италия, недалеко от Рима. Новая Зеландия. Остров Суматра. Полуостров Камчатка. И еще одно место, о котором пока умолчу. Не следует путать камчатский вулканизм с всплыванием плюмов. Камчатка находится на огненной дуге, где континентальная плита наезжает на океаническое дно. Материал дна подныривает под плиту. Это как санки или лыжи. Те сминают снег и подминают его под себя. А здесь, подминается нечто более серьезное горной породы. Происходит нагрев и вулканический процесс. Всплывание плюма выглядит совсем по-другому. Продираясь сквозь мантию Земли, плюм испытывает все меньшее внешнее давление. Перед самой поверхностью давление в нем падает. Растворенные в магме газы выделяются. Происходит взрыв. Сейчас опишу, как это было однажды. Одни говорят, что это было последнее всплытие плюма, а другие, что предпоследнее. Дело было на Суматре. Поверхность Земли несколько вспучилась, и под ней магма превратилась в смесь горячих газов и мелких твердых частичек вулканического пепла. Когда газ испаряется, он забирает у растворившей его жидкости тепло. Поэтому жидкая перед этим магма становится твердой пылью. На месте этого взрыва на Суматре образовалось озеро размером с Москву. Пеплом засыпало прилегающую территорию. Большая ее часть оказалась акваторией морей и океанов. Но Индостан весь накрыло пеплом. Слой около метра. Дожди превратили его в слой затвердевшего цемента. Прошло несколько тысячелетий. Дожди и перепады температур, а потом корни растений разрушили эту бетонную плиту, и она превратилась в плодородную почву. Теперь о еще одном месте, о котором я пока умолчал. Это континентальная территория США. Тут наиболее интересное место для исследования. Остальные места – это либо острова, либо полуострова, а тут континентальная плита. На ней хорошо прослеживается цепочка кальдер следов выходов плюмов. Последний раз, это было очень давно, пеплом от взрыва плюма засыпало всю континентальную часть теперешних США. Зная скорость дрейфа североамериканского континента, можно оценить момент выхода следующего плюма. Правда, погрешность прогноза не меньше нескольких тысячелетий. Последние годы скорость подъема поверхности Земли в Йеллоустонском парке увеличилась на порядке. Возросла активность гейзеров. Тектоникой этого участка территории США занимается маленькая университетская лаборатория в столице Мормона в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. «Однажды на передачу «Собеседники» ко мне приходил доктор наук, вулканолог. Я приставал к нему с вопросом, когда может случиться катастрофа в США? В принципе, в любой момент может быть. Мы сейчас с вами сидим в студии, а там уже взорвалось», ответил мне ученый. «Погрешность предсказаний очень велика, тысячелетия. Другой мой гость, ученый-американист рассказал мне, что президент Обама обновил и осовременил пакет документов, регламентирующих управление экономикой США в случае чрезвычайной ситуации. Эти документы были приняты при Гарри Трумэне в начале 50-х, когда все ждали ядерного апокалипсиса. Выводы делайте сами. Есть один вулкан, не связанный с плюмом, который извергается очень регулярно. Очаг вулканизма перегревается и выпускает вверх к вулкану поток лавы. Лава в жерле превращается в столб пыли. Ну и дальше все по плану. Погрешность прогноза – порядка десятилетия. Время вулкану пришло. Этот вулкан – гора Эльбрус. Последний раз пеплом засыпала территорию до Астрахани. Вот так. Спешите сообщить об этом в соцсетях. Лайкайте, подписывайтесь, спекулируйте недвижимостью в Кафминводах. Кстати, я собираюсь завести аккаунт ВКонтакте и на Фейсбуке. Удачи и всех благ!